Сейчас я попробую рассказать вам, очень надеясь, что я добьюсь успеха, то есть будет понятно, мне будет потом радость от полученных результатов, попробую рассказать некоторые классические вероятностные неравенства, которые используют математическое ожидание дисперсию, и с помощью которых потом удается доказывать разные симпатичные результаты. Это были просто примеры вычисления дисперсии, и они не несли в себе никакой содержательной нагрузки. То есть я с помощью них пока ничего красивого не доказал, а вот сейчас я буду вас через некоторое время развлекать красивыми доказательствами. Итак, давайте вот что сделаем. Во-первых, давайте попробуем понять, понимаете ли вы, что значит вот такая запись. Вероятность того, что х больше или равно а. Ну а что это значит? Вот помните, да, что это ведь некая договоренность, это вероятность некоторого события, которое состоит из элементарных исходов. Из каких элементарных исходов? Ну вот у нас была договоренность, что вероятность того, что х равняется какому-то k, да, это на самом деле вероятность множества тех омега-маленьких элементарных исходов, для которых х от омега-маленького равняется k. Ну вот здесь фигурная скобка. Было такое соглашение? Было, да? То есть все понимают, что вот это и вот это просто одно и то же. Это удобная коробкая зависть, а это на самом деле то, что она означает. Так, и в действительности вот эта вероятность множества, это как всегда сумма по всем омегам из этого множества вероятности этих омегов. Если мы хотим найти вероятность события, то надо сложить вероятность элементарных исходов, которые ему благоприятствуют. Вот этому событию благоприятствуют все омеги, на которых х принимает значение k. Вот надо сложить их все вероятности, и получится вероятность вот этого. Вот, ну а тогда что вот это? Ну это понятно, это то же самое. Это вероятность множества тех омега, для которых х от омега больше либо равняется а. Ну да, это вероятность события, состоящего в том, что случайная величина приняла значение не меньше, чем а. Да. Так, нужны какие-то еще пояснения, или это занудство? Ну я готов и позанудствовать, коль бы нам. Нет? Все понятно? Да, сейчас. Можно. Это множество. Можно я не понял про их большая, а вы поможете? Ну не понял, видите, конечно не понял. Ну, а про х равно к? Про х равно к все понятно. А про х больше либо равняется а, ну то же самое. Мы берем все те элементарные исходы, ну у всех, например, людей в этой аудитории, у которых вес не меньше, чем 60 килограмм. Вот берем всех людей в этой аудитории, у каждого из которых вес не меньше, чем 60 килограмм. Для каждого такого человека вычисляем его вероятность, и все эти вероятности складываем. 40. Понятно, да? Вот это и есть вероятность множества тех элементарных исходов, для каждого из которых их с аналимой больше не равняется а. Просто х у меня, в моем примере, был вес человека в аудитории, а а было 60. Складываем вероятности людей, имеющих вес не меньше 60 килограмм. Это и значит вычислить вероятность того, что вес человека в этой аудитории не меньше 60 килограмм. Вот просто одно и то же. Это одно и то же. Так, ну давайте еще поймем что-нибудь. Вот смотрите, пусть х, я все-таки хочу, чтобы было максимально понятно, иначе вы действительно отрубитесь в этом месте, и у никакого катасоса, никакой радости, ничего не будет, будет одно горе. Значит, смотрите, давайте, пусть х это даже вес все время, да? Вот людей в этой аудитории, чтобы было максимально понятно и как-то спокойно, в душе. Значит, х это вес человека в аудитории, да? Вот, вес. Давайте считать, что в аудитории находятся люди, имеющие веса, ну там, перечислим их в порядке, возрастами, там 40, 49, 55, 60, 92. Неважно, вот нашлось 5 человек, и у людей вот такие вот веса. Ну и давайте распределим между ними как-нибудь вероятность, чтобы пример был максимально понятен, да? Ну, какие вероятности? Понятно, что в сумме должна быть единица. Ну, я не знаю, ну, давайте возьмем 1 десятая, скажем. 3 десятых. 4 десятых, да? 3 десятых. 6, я сколько? 7 десятых получается, да? 2 десятых. 1 десятая. Ну, неважно, как бы вот, я же пример рассматриваю, да? Я присвоил людям веса, а у людей, у самих, вероятность того, что я их сейчас вытащу к доске, например, это вот такая. Вероятности не одинаковые, то есть это не классическое пространство. Ну, у нас такое бывает. А? Вот это не пугает, да? Нет, не пугает. Значит, ну, давайте аккуратно разберемся, скажем, что такое событие х больше либо равняется 53. Вот что это за событие? Это будет вероятность того, что... Ну, хорошо, пусть будет вероятность, да. А может, х больше либо равняется 53. Это будет вероятность того, чтобы... Это вероятность... Правильно, ну, как это посчитать? Давайте просто посчитаем. Так. Посмотрим, какие у нас больше равняется. Так, да. 55, 60, 92. Да. Вероятность 30, 50, 1, 10. По правилу сомжения мы получаем 60. Совершенно верно, да. Это просто вероятность того, что х равняется 55, плюс вероятность того, что х равняется 60, плюс вероятность того, что х равняется 92. Мы просто перебрали все случаи, в каждом из которых х действительно больше либо равен 53. Ну, не оказалось в нашем перечне ситуации, когда бы х был в точности равен 53, но и неважно, 55 ведь подпадает под это ограничение, 60 подпадает под это ограничение, 92 подпадает, а вот уже 49 не подпадает. Вот мы перебрали все случаи, они, естественно, не пересекающиеся, поэтому вероятность вот этого события, это сумма вот таких вероятностей. Ну, че? Я думаю, понятно. Да. Ну, если бы по аудитории нашелся бы, скажем, вот так вот было бы, еще бы один человек, 92, то все равно мы бы сложили, мы бы прибавили вероятность того, что х равняется 92, она была бы той же самой одной 10. Это никому не смущает? Нет. Такая возможность. Ну, все, вроде вот так должно быть патье на этом примере. То есть, в общем случае, вероятность того, что какая-то случайная величина не меньше, чем а, это на самом деле сумма вероятностей значений этой случайной величины, каждая из которых не меньше, чем а. Вероятность того, что х больше не равняется, это сумма вероятности тех значений, уникальных, которые принимает х, и которые больше не равняют. Понимаем? Да. Вот. Коль скоро я это объяснил, я могу написать первое неравенство, которое называется неравенство Маклова. Пусть случайная величина х принимает только неотрицательные значения. Сейчас поменяю фломастер, и вон стал плетен. Ну, в принципе, если речь идет про вес человека, то очевидно, что такая случайная величина принимает только неотрицательные значения. Ну, а если речь идет про температуру воздуха на улице, то, вообще говоря, могут быть и отрицательные значения. То есть это содержательное ограничение, но отсеивая часть случайной величины. Вот давайте рассматривать только те случайные величины, которые принимают неотрицательные значения. И давайте предположим, что у нас есть какое-то число а, которое строго больше нуля. Тогда вероятность того, что х больше либо равняется а, ну вот та самая, которую мы сейчас подробно-подробно прояснили, что бы она означала, да? Она не превосходит математического ожидания х, поделенного на а. Вот пока это некая абстракция, мы умеем так оценивать вероятность. Зачем это нужно? Скоро расскажу. Я утверждаю, что вероятность того, что х окажется большим, значение случайной величины х окажется большим, можно контролировать. Эта вероятность заведомо не больше, чем среднее значение этой величины, поделенное вот на эту границу. Так. Формально понятно, что происходит? Да. Давайте докажем. Доказательство. Доказательство. А давайте посмотрим на это неравенство наоборот. Мы сначала напишем математическое ожидание х, и потом докажем, что математическое ожидание х больше либо равняется вот этой вероятности, помноженной на а. Согласитесь, да, что если мы математическое ожидание х оценим снизу вероятность, умноженная на а, то мы получим то, чего хотим. Да. Отлично. Так. Математическое ожидание х. Ну, как его записать? Давайте, как водится, запишем его с помощью различных уникальных значений, вот этой случайной величины. Ну, то есть, вот так. Это будет сумма по и от единицы до какого-нибудь n, y и так, на вероятность того, что х равняется y к и так. Вот такое определение знаете? Или забыли уже? Ну, какое? Это определение математического ожидания х. Да. Да. Мы перечислили все значения. Да. Вот они какие-то там значения y1 и так далее, yn. Это различные значения нашей случайной величины. У каждого из этих значений есть вероятность. Вероятность того, что оно будет принято случайной величиной. И вот это вот математическое ожидание х. Да. Я в прошлый раз довольно долго эту формулу доказывал. А сегодня я ее применял неоднократно, когда мы вычисляли мат-ожидание индикатора. Да. Мы же вот так и вычисляли. Там было всего два значения 0 и 1. Мы говорили, давайте 0 умножим на вероятность 0, потом прибавим к единице, умноженную на вероятность единицы. Точно так было, да? Да. Ну вот. Это вот общее определение математического ожидания. Одно из там нескольких возможностей. Давайте советим. Смотрите, здесь написано, пусть случайная величина х принимает только неотрицательные значения. А вот это они перечислили. Ну, значит, они неотрицательные по условию. Я это на всякий случай подчеркнул. То есть, вот в этой большой сумме каждое слагаемое неотрицательное. Потому что вероятность нужна. Конечно, неотрицательная. Вероятность не может быть отрицательным числом. А и грибины неотрицательны, потому что мы так предположили. Это условия нашей теории. Так. Вот сейчас самый абстрактный ход, который нужно пережить. Давайте так. Вот посмотрим на этот перечень различных значений, которые принимает случайная величина х. Да. Вспоминайте веса. Да. Вот среди этих чисел некоторые могут оказаться больше либо равны числа А. Да. Да. Как веса. Помните, они оказались больше либо равны 53? Да. Вот давайте выберем отсюда те числа, каждая из которых не меньше, чем А. Ну, как тогда? Вот мы выбрали числа 55, 60 и 92. Да. Это вот были все числа из множества весов, которые превосходили 53. Да. Ну, здесь дано какое-то число А. Мы знаем, какие это значения. Это все значения нашей случайной величины х. Но давайте просто тупо из них выберем те, которые не меньше, чем А. Это всегда можно сделать, правильно? Да. Почему всегда можно это сделать? Ну, вы спр... А, я понимаю. Если бы веса были... Не так. Если бы А было 95, то так нельзя сделать. Но там был перечень весов, не помню, 40, 53, 55, 60 и 92. И вы, наверное, говорите так, что если А это 100, то таких вообще нету, да? Это можно делать, но мы ничего не просим. Ну, пустое множество выберем, да. Но пустое множество оно всегда существует. Я понимаю, да, уровень абстракции, конечно, за предель. Да, да, да. Совершенно правильный вопрос. Конечно, не для всякого А можно выбрать отсюда хоть одно число, которое превосходило бы А. Вот в этом смысле было бы больше либо равно А. Если А очень большое, среди этих чисел просто не найдется таких, которые превосходят А. Да. Такое может случиться. Ну, тогда будет пустое множество таких чисел. То есть, короче, я хочу разбить вот это множество значений на две части. В одной части будут все числа, которые не меньше, чем А. А в другой части будут все числа, которые меньше, чем А. Потому что такое разбиение всегда возможно. Иногда действительно одна из частей этого разбиения будет пустой. Понятно? Да. Точно? Да. Точно. Давайте как-нибудь их обозначим, что ли? Давайте обозначим, мы введем какое-нибудь обозначение для чисел вот из этого множества, которые не меньше, чем А. Может, вы сами предложите, как вам удобнее? Б. Ну, их несколько, да? Да. Ну, несколько, может быть, ноль. Да. Так. А может быть, нам множество их обозначить как-нибудь? Вот это вот у нас множество Y1 и так далее, Yn. Давайте назовем это множество буквы Y. Это множество всех значений нашей случайной личины. Я просто так обозвал. Y по определению это множество всех значений случайной личины X. Нормально? Да. Вот давайте Y как раз и разобьем на части А и В. Не было у нас А большого и В большого. Не было. где А это все числа из Y не меньшие, чем А маленькая. Не меньшие, чем А маленькая. А, B, все остальные, то есть большие, чем А маленькая. Ну, я здесь подчеркнул вот этим значком, что множество, конечно, не пересекаются просто по определению. Ну, объединение не пересекающихся множеств принято обозначать таким значком. Может, встречали, да? Да. Еще раз повторяю, что и А может оказаться пустым, и наоборот, B может оказаться пустым. Но оба одновременно пустыми не будут, конечно. Потому что вместе они дают не пустым. Понятно, да? Да. Так. Ну, давайте дальше действовать. Это просто обозначение. Я их ввожу медленно и аккуратно. Давайте вот эту сумму, которая нас интересует, и которую мы желаем оценить в конечном счете так, как желаем, да? Мы вот эту сумму, математическое ожидание, желаем оценить вероятностью, умноженной нам. Да. Давайте вот эту сумму разобьем на две части. Так же точка, как на две части мы разбили множество значений. Да. Понятно, как разобьем? Сначала, например, просуммируем только по тем Y, которые попали в множество А. А потом просуммируем по тем Y, которые попали в множество B. Да. Ясно, что мы тем самым найдем полную сумму. Да. От перестановки вместо слагаемых суммы не меняется, правда? Да. Вот. Ну вот я это так напишу формально. Значит, я суммирую по всем Y и там, принадлежащим А. Y и Т на вероятность того, что X равняется Y и Т. И отдельно суммирую по всем Y и Т, принадлежащим B. Y и Т на вероятность того, что X равняется Y и Т. Вот такой уровень абстракции, в смысле запись. Значит, наверное, непонятно, да? Да, почему бы, да. Понятно? Да. Имеется в виду, что мы просто суммируем только те выражения такого вот вида, для которых Y и Т попадают в множество А. Да. Да. А здесь мы суммируем только те выражения, для которых Y и Т попадают в множество B. Естественно, в итоге мы получим, за счет известного права коммутативности, да, получим исходную сумму. Да. От перестановки мест слагаемых сумма и меняется. Да. Коммутативность, об этом и говорим. Теперь давайте смотреть. Давайте смотреть. Мы с вами с самого начала заметили, что Y1 и Y1 не отрицательны. Да. Вероятность тоже не отрицательна. Значит, каждая слагаемая вот в этой сумме не отрицательна. Да. Ну, значит, вся сумма не отрицательна. Выглядит каким-то издевательством, но я вообще пишу какое-то совершенно дурацкое неравенство. Ну, понятно, что сумма не отрицательна, так слагаемых не отрицательна. Да. Я собираюсь всей этой суммой пренебречь. То есть я хочу просто сказать, что вся вот эта вот сумма больше не прав на нуля. Откуда, естественно, следует, что если вот к этой сумме прибавить эту сумму, то получится не меньше, чем первая сумма. Да. К вот этому числу прибавили не отрицательное число. Естественно, получилось не меньше, чем исходное число. Пишем. Больше не правится. Так. Куда бы мне это запихнуло. Ничего, вот так. Больше не правится. Сумма по y и t и за. y и t на вероятность того, что x равняется y и t. Ну вот взял и, надеюсь, вас не копнул, а вторую сумму копнул. Просто копнул. Но это нижняя оценка. Нам хотелось осмыть снизу, правда? Да. Нам ее и хотелось. Так. Теперь смотрите. Как устроены числа y и t из а? Вот здесь написано. А это все числа y и t из y. Большого, да? Да. Которые не меньше, чем а. Да. То есть каждый из вот этих y и т не меньше, чем а маленькая. Значит, их сумма... Значит, можно сказать, что вот здесь вот не меньше, чем а маленькая, да? Да. Про каждый y и т это можно сказать? Значит, это будет вся эта сумма не меньше, чем а умноженная на мощность а. А умноженная на мощность а, это сильно сказано, но а можно вынести за знак суммирования. Да. А можно вынести, а в сумме останется сумма. Сейчас, сейчас, y и t из а, тут же вероятность еще осталась. Мощность-то откуда вероятность, это разная. Мощность не получится. y и t из а, вероятность того, что их сравняется y и t. Живая? Да. Да. Ну, вроде ничего не произошло. Просто переменную оценили, какой-то фиксированной буковкой. Эту фиксированную буковку вынесли за стол. Не надо. А вот теперь надо вспомнить то, о чем я говорил перед началом доказательства. Вот что такое, на самом деле, сумма вероятностей того, что x сравняется y и t по y и t из а. Давайте вспомним пример. Сейчас я вот здесь этот пример нарисую еще раз. Тот, который у нас был перед началом доказательства с весами. Я его специально привозил, чтобы вот в этом месте было понятно, что случится. Значит, вот у нас были веса. Напомните мне, какие они, чтобы... 40, 40, 9, 50, 5, 60, 92. 60, 92. Классно вы прям так форму сказали, не в разновой, мне понравилось. И мы говорили про вероятность того, что x больше либо равняется 53. Было такое? И мы сказали, что это в точности вероятность того, что x равняется 55, плюс вероятность того, что x равняется 60, плюс вероятность того, что x равняется 92. А, ну тогда вот это вот такое... Мы, смотрите, вот мы что здесь делаем? Мы перебираем все числа из нашего множества. Вот это вот у наш, большое. В примере у большое. Мы перебираем отсюда все числа, каждая из которых не меньше, чем 53. То есть здесь а маленькая равняется 53, и, соответственно, а большое, оно как раз состоит из чисел, которые не меньше, чем 53. То есть вот эта вот вероятность, записанная в виде такой суммы, это и есть вот эта вот сумма. Смотрите, сумма по Игорь, Итам и Зар. Вот что здесь надо вместо этой суммы написать, если вы понимаете? Вероятность того, что есть, больше таких вероятностей. Смотрите, вот эта сумма равняется вероятности этого неравенства. Вы, кстати, согласны? Вот как эту сумму вероятность неравенства преобразовала? Мы же берем здесь все числа, все у и т, которые больше либо равняются а маленького. Вот здесь вот, в А большом, находятся все числа, каждая из которых больше либо равняется а маленького. То есть вероятность вероятности того, что х больше равняется а маленького? Конечно. Я утверждаю, что это в точности равно а на вероятность того, что х больше либо равняется а. А это и есть доказательство того, что мы утверждаем. Я утверждаю, что вот эта сумма, которая здесь написана, это в точности вероятность того, что х не меньше, чем а. Мы перебрали все значения х, каждая из которых не меньше, чем а маленькая. И для каждого из них вычислили вероятность. Перебрали, вычислили, сложили, получили вероятность неравенства. А, ну да. Перебрали, вычислили, сложили, получили вероятность неравенства. Абсолютно так же, как в примере. Ну вот я не знаю, понятно? Понятно. Точно. Не знаю, не знаю. Спрашивайте лучше, спрашивайте. Не надо грустить. Я мог бы это много раз повторить, лишь бы мы это место осознали. Так. Вот я здесь перебрал все числа, для каждого из которых вот это вот, у и т больше не равняется неравенства. Как здесь я перебрал все числа из нашего перечня, 55, 60 и 92, которые больше не равны 53. Именно поэтому сумма вот этих вероятностей, это то же самое, что вероятность того, что х больше не равняется 53. А здесь в общем случае я сделал абсолютно то же самое. Я взял и в каком-то абстрактном, неизвестном мне априори, множестве у, состоящем из каких-то чисел, заранее неизвестном. В каком-то множестве каких-то чисел состоял. Выбрал ровно те и только те числа, которые не меньше, чем а маленькая. Вот здесь а маленькая 53. И для каждого из них вычислила вероятность сумма, это и есть вероятность неравенства. Ну то есть мы действительно доказали. Доказали, что математическое ожидание х больше не равняется а на вероятность того, что х больше не равняется а. Откуда следует, что вероятность того, что х больше не равняется а не превосходит математическое ожидание х поделить на? Мы же ровно это утверждали в нашей теории. Да. Ровно? Вот мы это и получили. Мы начали с математического ожидания, оценили его снизу вот этой величины вот. Ну а перекидываем, получаем ровно утверждение неравенства марков.